Со смертью Святослава Святого закрылась старая страница и открылась новая. И эта страница будет посвящена Мистиславу. Он уже в годах, что предполагается, из страницы Дальники будет эта краткая, но, возможно, насыщенная событиями. И черная смерть прошла, очаги потухли, мертвые сожжены, закопаны. И нам остается только выжившим наслаждаться возможностью. Да, мы живы. Но долго ли это? Вопрос десятый. Тем не менее, философию мы оставим в покое. Перейдем к практическому направлению. Со смены правительства у нас опять назревают классические проблемы. Недовольство советников, амбициозные вассалы и прочее, прочее, прочее. Ну, давай по порядку будем все здесь рассосывать. Но они недовольны. Это нам придется ждать еще два года, пока они успокоятся с новым правителем. Здесь, конечно, лучше повесить лояльных людей. К примеру, вот эти двое, Маршал и Спаймастер. Неплохо было повесить из своих. Хотя, с другой стороны, 158. Вот, кстати, 58, да. 69, очень хороший. Заодно небольшая взяточка ему поможет. А это будет постабильней. Если не ошибаюсь, да, психопат отдал класс. Это еще было на днях недавно. Главный канцлер остается. Он будет забодрять недовольных, которые нарисовали здесь уже. Хотя, видишь, они на самом деле ничего ко мне серьезного не имеют претензий. Только разве что хотят протолкнуть свою политическую агенду. Не более, не менее. Я заметил еще, также, сразу интересный момент. Моя жена, царица Станислава. У нее клайм на Польшу есть. Великую Польшу. И это, это очень интересный момент, который надо забрать будет от самозванцев. Вон, впервые. Это, наверное, будет первое у нас на списке агенды. Амбиции. Амбиция у нас следующая. Поднимать наше государство в экономическом плане. Но для этого надо не ввязаться в войну на 5 лет. Я хочу попробовать. То есть, пока беспорядки, скоростности и так далее. Но все равно какое-то надо будет время, чтобы отстабилизироваться. Поэтому лучше все равно у меня нет пока наместника мужского рода. Я думаю, эта амбиция у нас будет на данный момент самая подходящая. Так что выберем ее. Я сомневаюсь, что это произведет, но попробовать надо. Царь у нас довольно-таки воинственный, но в проявлении не умеет. Также будем прокачивать ему государя. Рейкинг-то у нас. Кто будет? Ну, скорее всего, поставим... Так, секунду, давай фокус короны также поставим. В Киев, как обычно. Хотя... Почему бы нам... Хотя, ладно, давай. Я толком с этой механикой фокуса не разобрался. Если что-нибудь интересное нарисуется, может быть, пробьем. Кстати, я сможем еще проверить, что у нас с госпиталем. Можем вложить, может быть, 400. Но делать мы этого не будем, потому что пока в неспокойные времена мне понадобится каждая копейка. Ого, это интересно. Ярма. Бардвинец. Интересно. Но, опять же, это временный титул у него, так что... Выгоды особо никакой я не вижу для себя. Блин, случайно жаловала пуски. Сразу же мне объявили, что забрали у меня... Британию. Корону. Печально. Все. Значит, у меня осталось тогда... Подожди. Султанат Британский является частью рода. Подверять, что ли? Да нет. Видимо, это какая-то ошибка. Не, слушай, в самом деле... Забавно как. Ну, да ладно. У меня есть в этом плане, получается, клайм, но... Я не знаю. Разве что только... Франция нарисовалась. Как отдельное королевство. А, фу, извиняюсь. Это дыра была. Так. Ну, хорошо. Нас это уже не волнует. Дочку поставим... Как нашим... Регентом. Где она? Врач. Психопата, я не думаю, врача мы делать не будем. Давай, наверное, скорее всего, нового найдем. Потому что 18... Посмотрим. Если новый лекарь... 28... Ты обалдел. Ужас какой. Это восстановление войск у меня, да? Я понимаю. Хорошо. Так вот, если мы нового лекаря, которого мы найдем, он окажется хуже, то... Поставим кого-то из своих. И да, очень важный момент. Надо будет принести жертву. Как я и обещал, пир среди чумы мы сейчас реализуем. Я думаю, надо потратить 400. И заодно всех. Так. Рост государства, да? Я думаю, нам, скорее всего, это будет делать. Откуда он взялся? Племяха какой-то... А, это... Да, племяшка. Окей, ладно, к сожалению. Окей, защита, что мы будем делать? Глаз пожертвовать, либо... А, всего лишь 250. Ну-ка, давай. В общем, собрали все, навезли жиротвы и провели всю ночь, не просыхая, и пели песни. Теперь будем, надеюсь, ожидать. Волф Михаил нарисовался, предлагая свои услуги, как не просто лекарь, а терапевт, физишин. Значит, он обучался формальной медицине, ну, классической медицине, и работал в разных домах для больных. Там в госпитале же, по большому счету, не было в то время такого понятия. В общем, он, да, он такой очень серьезный мужик, и он абсолютно поехавший. Но, но, он такой реальный теолог, знаменитый лекарь, шкаляр, упертый. Ну, это, конечно, да, для научного мира это не очень хорошо. Спокойный, смелый, жесткий. То есть, настоящий именно хирург из него хороший получится. Смелый, жесткий, это такая комбинация полезная. Да, я, наверное, возьму его себе. Я понимаю, что он слегка поехавший, но, я думаю, мы совладаем с каким-то, хоть с этим стариком. Мы и не с таким совладали. Все, с этим разобрались. Евнухов нету, дворфов тоже нету. Это жалко, очень большое недоразумение. Стариков садить пока не будем. И пять командиров. Что, неужели настолько поперед... Двадцать семь? Нифига себе, Мордвинский. Девятнадцатилетний пацан. Во-во-во. Впечатляет, в самом деле, слушай. Его надо... Мы его посадим на маршала. Ну, не сейчас, потом, может быть. А пока, да, пусть будет здесь, гоняет командиром. Да, это вообще у нас просто победоносный. Вояслав тоже хочет воевать. Хорошо, мне не жалко. Психопаты на поле битвы, это очень серьезная такая психологическая атака. Так что я только за. Нерина. Ну, вроде, в принципе, все. Так, Торик и Валахия не понадобятся. Теперь я буду ждать и наблюдать, если начнется интеграция в царство мое. Честно говоря, что-то мне подсказывает, что это не произойдет. Ну, не суть, поехали. Будем ждать, будем. Значит так, следующее. Зачем? ПД-мя какая-то, что ли, началась? Нет, не вижу такого. Ах ты, Господи. И да, давай проверим, что у нас в плане влияния. Пистолетов. Его клан давным-давно умер. Жадный. Голодает. Ну, это, видимо, да, это после чумы народ поумирал. Теперь у нас все это фигня, это происходит. Так, нет, это вы уже сами стройте. Северный остров, Пил. Интересно, мы можем историю посмотреть, сколько... Нет, просто Королевство Альбы, да? Создали, дали святополку. Этот придурок себе выколол глаз. Получил инфекцию и сдох от стресса. Его место взял новый. Значит, да. Да, правящик, я тебе скажу, что ты ложенулся. В торговую республику посадить, открыть новую свою семью. Посадить там, где нету прямого пристана наследия. Не получилось тебе, не получилось. Ну, что же, был шанс, я облажался. Надеюсь, с другим это будет урок. Все, давай посмотрим. Так, хорош, что ты кашлят. Кстати, подожди, это он же, да? Не, хиля какой-то. Значит, что я хотел сказать. Сейчас у меня войск. 9 на 14. Неплохо. Разумеется, воины перуна мне не понадобятся. Слушай, а как бы... Нет, отобрать не получится. На уровень перунов как-то можно было бы повлиять, чтобы... Посадить своего человека. Вряд ли. Ну, не важно. В общем, я сейчас буду планировать атаку 7000. На этих засранцев. Но сначала я, наверное, подожду, пусть пока консулат успокоится. И у меня амбиция на спокойность мира, чтобы никто войну у меня и ввел. Так, это надо вырубать. Ты знаешь, мне это... Падшие семьи уже неактуально. В общем, подождем 5 лет, пусть пока рот поднимется с этого безобразия. И будем выдирать великую Польшу. Вообще, давно Польшу надо было здесь поднять, как и Латвию. Ну, усиливать буфер. И буфер против арабов. Потому что все. Видишь, они вышли сюда уже. Это невероятно. Просто невероятно. Хороший способ сейчас раскачать. Тупой, уродливый. А наследник его... Я не знаю, убивать пока нет смысла. Хотя он скоро вырастет. Я имею в виду, устроить беспорядки просто побольше. Что с его лассалами? Все, остальные все его любят. Я в шоке. Я просто, просто, просто в шоке. Решил отпустить бороду, чтобы защититься больше от микробов и пыли и всякой вредности. Ну, по крайней мере, ему это врач посоветовал. Слушай, а почему бы... Черт. Я с этим перемирием, ну, который себе... Я подумал, пока эти воюют... Евреев выгнали. Пока не воюют с арабами, я мог бы потесаться, устроить эту компанию с поддержкой воинов Перуна против этих арабов. Смотри, много подписалось, однако. И, может, Британию бы выдернул. Ну, по крайней мере, хотя бы как-то остановить вот эту вот напасть эту. Кстати, а что у них идет там в этом плане с войны? 64 выигрывает. Да. Бла-бла-бла-бла-бла... Корсун ты захотел? Слушай, а ты оборзел вообще, мой дорогой? А, он еще и недоволен, посмотри на нее. Так же, еще один момент, который следует обратить внимание. Рот Требучниковых прислал мне письмо, мол... Так, знаешь, неофициальное заявление, просьба, точнее даже, к тяжбе. Мол, наш нынешний Путитара... Ну, никуда не годится он, просто никуда не годится, избавься от нас. Избавь нас от его. И я так прикину, в принципе, главная заморочка была с моим отцом, но не со мной лично. Поэтому, если я начну его изгонять, убивать, пытать, унижать, никому это все не понравится. Вассалы будут бухтеть очень сильно. И учитывая то, что я только недавно взошел на трон, самый оптимальный выход, это его отпустить с богами. Вассалы будут мне признательны, поможет мне удержаться это на троне. Ну, чтобы не было повстаний и так далее. Видишь, сейчас крупные загоры исчезли, и я хочу усилить это после фестиваля. Поэтому даже я не буду его под деньги, а просто отпущу, чтобы васалы возрадовались. Так что, извините, Трубочниковы, но политика вынуждает меня поступать милосердно. Если хотите, мы, конечно, можем сообразить убийство за кулисами. Но я не знаю, сколько из вас многих согласятся на этот поступок. Хотя нет, я смотрю, далеко много согласилось. Во всяком случае, он умрет случайно и менее болезненно, чем какие-то другие варианты. И самое главное для Трубочниковых, это будет сохраниться достоинство их рода на политической арене. Потому что, представляешь, если царь его так публично опустил бы, несмотря на то, что он кастратый, мужеложец, всему тому подобное, все эти напасти, они сильно потерпели. Но, а если он случайно задохнулся в собственной подушке, когда спал? Ну, с кем не бывает? Побухтят и забудут. Это гораздо лучше, чем устраивать публичную казнь. Сильного князя? Зачем? В общем, получайте мой ответ. Я его выпустил. Умер от яда. Земля тебе пухом. Тебе просто не повезло в этой жизни. То, чем тебя твои предки наградили. Я имею в виду в плане генетики. Но как ты стал евнахом, вот это я не понимаю. Упал на нос, что ли? Сел неправильно. Или кто-то тебя засадил рукояткой меча в задницу. И случайно отрезали твое мохнатое достоинство. Ну, не знаю. О мертвых либо ничего, либо хорошо, да? Хотя, честно говоря, я никогда не понимал этого смысла. Что боитесь, что привидения за вами прибегут и будут вам... Не-не-не, это то, что вы правду сказали? Тоже мне еще. Интересный момент. Видишь ты? Небольшая боль в груди. Чресла млеют в паре. Но, тем не менее, эта зараза закрылся. Почему? Почему он в Кипре заперся? А, ну хорошо, там небольшая у нас болячка есть. Да, кампфюр. Так вот. И это означает, что я не могу его использовать. Он фактически мне не активный. Мне остается только подождать просто, когда он, наверное, сдохнет от этой боли. И поставить нового. Так, и если же, Паса, у меня же есть, да, прекрасный генерал. Хорошее отношение ко мне. Я думаю, пока занимайся исследованием технологий. В общем, пока надо держать в совете своих людей. А потом уже дальше будет видно. На этот раз, я думаю, у нас есть возможность без особого ущерба для себя вывести наших дорогих любимых женщин на более высокий уровень. Не просто влиятельный, но уже заметный. И в данном случае нам позволит сменять наследственные законы и позволяет женщинам занимать пост маршала. Уже почти-почти они станут наравне мужчин. Поздравляю вас. Сегодня, пусть не 8 марта, но пусть это будет 21 июля. День, который позволил нашим дорогим, любимым хранительницам очага не являться просто инкубаторами для воинов, а-ля бабы нарожают и так далее. Потому что я сам лично знаю, есть женщины, которые достойны позиций и которые бывают умнее, сильнее и лучше. Сильнее в плане не физическом, а многих других, некоторых мужчин. Я считал, да, в нашем случае, как людям, более важно интеллигенция, интеллект, адаптивность, умение пользоваться инструментами и окружающей средой, чем, к примеру, чистая физическая сила. Да, эти даже, даже если физическая, вон, допустим, возьмем этого засранца, который в кресле-качалке катается, Стивена Хогинга. Он не сильный, но влиятельный. Так что, патриархат мы оставим для тех маленьких педористических яичек, которые слишком не уверены в себе и придумывают всякие доказательства закону, чтобы бабу пускать. В данном случае, не подумал, что это либерализм, это чистейшей воды меритократия. Посты будут занимать те, кто достойны. Они, потому что они имеют определенный вид пола. Так что, поздравляю вас, дорогие. Вы все еще ближе стали на уровень быть лучшим другом человека. И смотри, вот первая кандидатка, Ирина, есть уже. Она моя наложница, но в состоянии... О, лесбиянка, то есть реально амазонка такая 20-летняя. Ух, но стесняшка. И моя жена, даже третья, может повезти армию. Ну, как тебе это нравится? Верхослава четвертая. Понял? Какой огромный потенциал генералов мы можем пропустить, только потому, что мы считаем, что бабу не тянут. Ерунда. Сестру можно посадить на экономку. Но мне нужны более лояльные люди. Ну, в общем, да. Я рад. У нас, наверное, одно из самых прогрессивных в этом плане обществ. Мне это радует. Толерантность, влиятельность, популизм, нобилитет, инфраструктура. Отстали. О, смотри. Серьезное дело. Да, в плане всего остального мы все равно еще являемся небольшой деревней. Зато крепости мы башни умеем строить. С торговли тоже и так себе. Ну, и немного более-менее организованные вместе с арабами. В плане пехоты, да, более-менее также поднакаченные. Слушай, что у тебя за провинция такая? Надо, наверное, моего шпина туда послать. Пусть он разбирается на следующий раз. А пока подождем. Давай этого старого херена, пока мы все там от боли уже наконец-то слипнется и посадим нового человека. А рязанцы здесь устроили авантюрку, я смотрю. Решили мачку под себя подгрести. Я вообще-то хотел русичам отдать, но, видишь, теперь они замутили. А ну, давай попробуем-ка его тормознуть. Так, ты сама разбирайся со своими проблемами. А я тебе скажу-ка, перестань. По идее, вроде. Не, нету. Ну, да ладно, ладно. Теперь каждый раз, когда я получаю новую информацию за границей, технологии и прочее, поднимается возможность процветания в моем... в моей столице. Окей, приятный сюрприз. А где? Что? Католики? Как мило. К сожалению, у воинов первонав 8 тысяч. Ну, да ладно. Это, видимо, то, что осталось. Хотя не, это... Да, Китания, католики. Один регион остался, который принадлежит кому? Брунвик. Саксония. Ну, да ладно. Ничего, еще осталось 2 года, и я вам, ребята, откушу тоже за нос. Ладно, это без меня. Мне надо процветать, а не в драку лезть. А, хочешь поставить великий храм во славу Перуна. Типа, мол, заплатить. С другой стороны, почему и нет? Баронство Золотого Ноша. А где? Как интересно, как интересно, 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 интересно. Где он находится? Только в Юреве. Значит, получается, нет, и все застроено. Я согласен. Я, по любому, согласен. 250, это... А, в Корсуне. Отлично. То есть новый храм. Вот он. Ну, я не против. Два храма, два города, да. Пусть будет. И пусть сразу деньги приносит. Как раз он от меня подошел. Ну, да ладно. Мы дадим, скорее всего, моим родственникам. Вот моей сеструхе. Прекрасно. Обосрались. Неудивительно. Следовало ожидать. Тогда давай... Я не знаю. Честно говоря, убивать этого обмутка смысла я не вижу. Потому что он и тупой, и уродливый. Но фанат. Это плохо. Не, ну это следующий. Блин, слушай, это оказывается... Я думал, здесь это дело рассосалось, да? Ну, треснуло шиты на сунитов. А, не, уже все суниты стали. Пх. Жалко. Ну, да ладно. А, так... Ну, новая Анапа здесь нарисовалась, вперед на Европу. Католики это станут скоро вообще. Да, слушай. И кажется, все началось из-за Британии. Хрена себе, нормально жреют. По-моему, следовали здесь, будь здоров. Мне уже явно, явно надо кончать этих. На удивление, забрал у них даже... А, это что такое? Хм. Забавно. Несмотря на то, что я их лишил самого войска перенов, так не менее, продолжать жреть. А мне вот этим всем никак я не могу избавиться от впечатлений от тефтонов. Это, наверное, с землей как-то связано с этими Балтийскими берегами. Что вот туда тянет всех вот таких вот регилезно... Ты видишь, какая ассоциация сильная, да? Войны Перуна и Тевтоны. Ну, они как то же самое. Фиктивная организация, которая потом еще и в Пруссии перераслала, якобы страна стала. А здесь то же самое. И лезут, лезут, ни хрена остановит их. А некоторые мне говорили, о, ты не можешь под себя тащить войска Перуна, потому что они должны слушать народу. Так, если я не смогу под себя подтянуть, посмотри, кому они тогда иначе служить будут. Ты понимаешь? Пороузурпация, это не узурпация по своим интересам, это контроль и балансировка сил, чтобы не создавались вот подобного рода организации. Да, вот как только я закончу, уже наконец-то будет 55-й год. Пойду на них войной, надо забирать во Великую Польшу. Что, еще один? Тот же умер недавно. А, у него с пальцем что-то. Гаут. Что такое гаут? В общем, пальчик болит у нее. Попухоль. Точнее, болела. Он умер. Жесть. Люди дохнут, как мухи. Еще новую страну. Сейчас, я не понимаю, как они... А, у-у-у-у. Как все здесь запущено. Смотри, а. Обалдеть. Да, надо с Польшей что-то делать. Скорее, скорее, скорее. 54-й год. Если я не буду участвовать в священной войне, то почему бы просто тогда не заработать на деньги? Иначе путем все равно войну не могу объявлять. Поэтому, наконец-то у меня вразумили, что у меня есть столько количества кораблей. Будем делать набег. Возвращаемся к набегам. Деньги на госпитали, университеты. Будем вкладывать деньги в народ, в его обучение, чтобы они не ходили на поклон другим и спрашивали, а как нам жить, что нам делать, как нам строить? А вот что? Пасай всех обоих нафиг. Да. Престиж срубим. Все равно они подохнут скоро. О, крепость снова закончил. Башню, точнее. Можем ли еще? Нет. Пятую не можем. Да, потихоньку уже полностью застроить, насколько технологии позволяют. Бараки. Да-да-да. Стейбос. Наверное, я в ядре, по крайней мере, застрою все начальными госпиталями. Просел в бюджет. Ну, сейчас на набеги быстро компенсируем. Ну, по крайней мере, надо это использовать в момент, чтобы максимально понизить уровень. А то вообще в госпитале никаких нету. Безобразие. Слушай, это крестьяне до сих пор бухтят в плане того, что... Ведьм, когда я отпустил? Обалдеть, до седьмого года они еще будут возмущаться. Ой, ну вы быдло. Ой, вы быдло. 15 тысяч на 16. Прекрасно. 16. Да, это радует. Ну, давайте вы пока. Ага. Это было быстро. Опять откусили. Болгарию. И Болгария сама же отошла. Ну, хорошо, я за вас рад. Только единственное, у меня... Ну... Ай-яй-яй, здесь у нас совсем все грустно. Одноглазый алкаш. Ачебадзе. Грек. Не похож он на грека что-то. Ну, и суть. Что-то, да, с деньгами у них, видать... Ай, тройное налогообложение. Пх, фига себе. Такими темпами нам ничего не достанется. 3% мы теряем у людей. Это плохо. В общем, разрешим проводить фестиваль в Кротице. Да, ради бога, что мне жалко, что ли. Причем я им вкладываю, помогаю. На пару лет. И, видишь, внизу написано, что... Проспиритив Кротица инкризис. Пока мне еще нигде не было написано, чтобы... Ну, это как-то повлияло. Ну, ладно, посмотрим. Может, что-то проклюнется. Да, вот этот момент, я думаю, тебе интересно был, да? Номата гиджитейшн. В общем... Кочевники... Бухнут, бухнут, что, мол, ничего не происходит там. Но это надо строить крепости. Ладно, я тогда сам построю. Может, да, он... Потому что этот деньги платить не хочет. Собака. И они, видимо, может, по стане там будет что-то в этом духе. Захотят отколоться. Есть, реализовали. Ну, и дальше что? Что мы на этом имеем? Так, о, деньги нужны, отлично. Собра семьсот. А, ну, окей, тысячу, если я царь. А, видишь, что цвет по-разному, значит. Ну, хорошо. Это нам позволит поднять... Точнее, это все показывает, что в меня можно вкладывать деньги и... Упал... Облегчить сбор налогов. Ну, ладно, а где тогда... То самое обещанное... Станквори... Пизонрест... Странно. Слишком скрытой механики много. Не, успели быстро набрать, так что придется плыть на Рим. К сожалению. Так, стоп. Что-то у нас с любящим было, да? Мы разбили повстанцев. Хорошо. Это мы распускаем. Все. Тогда будем грабить... Кстати... Венеция является частью в Аэрис 3. С таким темпом я уже могу спокойно в Венецию себе забрать. Ну, давай сначала поздоровимся в Риме. Самая такая наша любимая цель. 25. Ой, ну что вы мне начинаете по ушам ездить, что у вас деньги внезапно закончились. 100 золотых. 134. Видимо, наверное, да, из-за болезни. Ладно, забудем. Мне пока войска не хочу распылить слишком сильно. Потому что и так погибло у нас в общей сложности 2000. А этот чуть-чуть скоро умрет, я смотрю. В стрессе, раненый, инфекция у него. Место его займет какой-то непонятный двухлетний карапуз. Возможно, тогда начнется раскол среди вассалов. Они его любят до сих пор. Ну, пару, может, не любят. Да нет, хотя нет. Почти пятая часть. Блин. Надо как-то ее по швам трещать. А, да, я что же хотел сказать. Я отвлекся. Значит, я наконец-то пробил клайм. У меня есть на Шейхден Манурко. Это правительство Малороки. И да, я думаю, мы можем уже вот эти две захватить. Начать войну, по крайней мере. Какая-то здесь драка у них. Ну, это набег, видать. И основать новую республику. Здесь у нас подальше от византийцев. У нас при каждой стычке не будут грабить порты. И поэтому это... И мы сможем потеснить, я надеюсь, Генулю. Надеюсь, по крайней мере. Кстати, Алба, да, неплохо поднимается здесь уже. Понастраивали постов. Ра, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Агрессивно идут. Сколько, ребята, вы косите? Шестьдесят. Неплохо. Тотально сто пятьдесят три. Значит, давай посмотрим с финансами, как я работаю. Феодал и Гайчиф. Мне нужен майор. Принц-шутер литовский платит мне пять. А я забыл, что, да, они... Здесь не написано. Сити так... А, вот, да, точно, сто двадцать шесть. Северный остров тридцать один. И Кипр сорок два. Учитывая, что Кипр уже долгое время стоит. Он уже неплохо застроил свои регионы. Практически половина восточного берега Средиземного моря. Очень неплохой показатель. То есть, эти недавно начали, они уже тридцать догнали. Относительно других городов, да. Я больше получаю денег с городов, чем с феодалов. Тогда в таком случае надо будет поднимать облигации. Ну, хотя я уже поднял. Брюгерам надо платить деньги. Значит, дальше, чтобы все поднять, мне надо уже высший легализм. И он скоро будет. Через сто единиц. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай тогда займемся малорокой. Я хочу полностью держать Средиземное море под своим экономическим влиянием. Какое же прекрасное это место, а? В плане торговли тоже. Ага, вот, нарисовалось. Такой, я вышел из своей башни, посмотрел. Хорошо. Значит, благодаря затяжному миру, я им сказал, что затяжной в пять лет, но все равно, торговля цветет, в дела настраиваются в Киеве. И налогоблагатели сказали, что да, потолок, пробило потолок налогоблажения. То есть, Киев получил статус процветающего города. Где это выражается? Нигде. А, вот, нет, вот. Да-да-да. После чумы оно было в минус депопулящий, но сейчас получился в Просприн. То есть, понижение в плане болячек упало на 10%, потому что много торговцев приезжает и уезжает, ну, с разных земель. Но меньшая революция, больше налогоблажения и обновление войск повыше тоже на 2%, что это очень-очень неплохо, поскольку, да, люди приходят на службу, потому что знают, что они здесь могут реально заработать деньги. Хорошо, хорошо, хорошо. А у меня вообще ни копейки не осталось. А что я в минус иду? Фига себе, нормально. Я реально не понимаю, почему я сейчас вбахался в минус. А, я, да, я подумаю. Кошмар какой. Ой, слушай, дорогой, до этого удовольствия я тебе скажу. Так, что у вас? Ну, в данном случае мы... Галичинский опять поехали. Будем выступать на стороне княгини, потому что она более влиятельная. К сожалению, хотя обоих тоже... Ну, что, я буду из-за этого... А, он козлец держит, это мой вассал. Ладно, давай подержим их. Полтинник на такие большие деньги. Вот ты, господи. Одноглазый повод. Продолжать меня просить... А, любишь? Где задница-то? Маленький да удаленький. Шустрый какой. Мол, посылать весточку Никиты Атуровский, соседу мою, которую... Те регионы, которые уже давно думают себе прибрать. Мол, слушай, а давай я тебе дам сундук золота, а ты мне будешь должен. То есть, пацан малолетний такой вообще на ровном месте, да? Ну, видимо, я твой его наместник, ну, не наместник, а как опекун Игерин надоумил этого. Потому что, учитывая, как он, да, смазливый, то неудивительно. В принципе, поскольку консулат у меня неактивный, то как я его верну? Ты знаешь, мне просто интересно, как это сработает. Деньги мне по-любому нужны, я сейчас вообще просто на нулях трещу. Давай посмотрим. Это весьма интересный момент. Еще одно письмо пришло. На этот раз уже посерьезней. Одноглазный Свитозар, мол, давай, давай. Ну, хорошо, давай посмотрим. Я не думаю, что я там... На крайний случай я откажу, перебьются, если что-то уж серьезно будет просить у меня. А пока я собираю флот. Еще пару кораблей должны прийти с других регионов. И начинаю вторжение в Малороку. Основание новой республики. Не, ну это полная ерунда. Я совершенно забыл про Войну в Перуна. Это гораздо важнее в плане геополитики. Значит, окей. Используем мою жену. И да, дадим ей возможность Польшу принять. А поскольку она моя жена, я надеюсь, это княжество к нам присоединиться. Все, мне самому даже это интересно. Надеюсь, теперь кто-то воспользуется этим моментом и начнут их доить на регионы. Литва выбила шведов. Ну, ни хрена себе вообще полностью. Викинги остались вообще просто в заповеднике. Обалдеть. Обалдеть. Нифига себе. Слушай, а Пенькинсы оказались реальными говномесами? Что еще могу сказать? Такие амбициозные вообще ребята. Нифига себе. Да, ребята, вы что-то викинги совсем облажались. Вымирающая нация. Жалко, жалко, жалко. Получается, это все будет принадлежить родноверам. Ну, и Симусенко тоже немножко. Сумми на Суско, извиняюсь. Ну, окей, не суть. Мы начинаем кампанию. С новым лекарем я хочу посмотреть, если я в битвах, я смогу хорошо держаться. Вот как раз здесь они пока подавляли восстание. Мы воспользуемся этим моментом. Валмаграт я ставить не буду, чтобы лишний раз не рисковать. Пусть со флангов бьет. Хорошо. В армии воинов Перуна мы поймали католика. Откуда вы вообще беретесь? Откуда вы вылазите? А, окей, это наемники были. Хорошо. Вот теперь с этим можно как-то развлечься. Что мы с тобой будем делать? Ну, давай этот... Поунижаем его. Где твой бог теперь? Типа, знаешь, в этом плане. В общем, после некоторого сопроведения вытащили его, ну, узницы. Вытащили на городскую площадь и посадили в кандалы. Теперь он научится тебя уважать. Пусть смотрят. Ну, окей. А, видишь, оказывается, то есть можно он либо попадет в стресс, либо будет смиренный, либо стеснительный. Ну, он же стеснительный. Бедняга. То есть... Да, я в курсе. Давай посмотрим, что из этого выйдет. Так, этих мы разбили. Значит, двигаемся на столицу. Вы тоже выдвигайтесь, будете держать осаду. То, что именно является Польшей великой. Гридер полный. Тут эти вот регионы. Блин, тут туберкулез. Слушай, повезло, что я все-таки не сунулся. Ладно, Мстислав, вылазь отсюда, возвращайся в крепость, а пусть другие этим занимаются. А вы догоняйте этих. Туберкулезники, блин. Неудивительно, что у них так... Они очень сильно экспансия пошла, разбежала по всей Северной Европе. Сколько я пытаюсь держать осады, они... Сколько раз я их не разбивал. Посмотри, вот это вот... Количество очков я набрал только за три битвы. Ну, плюс окупация колица. Все. Они лезут на рожон просто без остановки. И сейчас они лезут так же. Учитывая, что у меня есть прикрытие. Тащится. Нормально, да? То есть, очень агрессивные. И, несмотря ни на что, рвутся в бой. То есть, в данном случае они не выиграют, но это явно, что... Любовь началась. С моей царицы. Удачно как раз, да, да. Хм, гулять где-то, что ли? В общем, у нее я... Пока я гладил ее бедра, внутренние части бедра, ее шелковисто-мягкую лобковую местность. Да, обнаружил там вообще крабы лазят и прыщи. То есть, не очень хорошо получилось. Разругались. Шишка сразу упала. Пошел заниматься стратегическими расположениями войск. Но, тем не менее, да, она хорошая баба. И я надеюсь, наши отношения не помешают сейчас нынешней кампании. Еще один католик. Откуда вы заберетесь? 82. Ладно, продолжаем осаду. Ой, блин. Нашла время заболеть, моя дорогая. У нее началась насморк. Буду молиться, что все произойдет. Потому что, не дай бог, если мы сейчас не успеем взять, мы сможем потерять Польшу. Дорогая не умирает. Фу. Да, окей. Михаил наш сумасшедший лекарь вылечил. У меня аж отлегло. Фу. Да, да, да. Молодец. Держи за золотые. 10 золотых. Несмотря на то, что он поехавший, он замечательный лекарь. И это надо ценить. Это надо знать. Может, у нее какие-то идеи о том, что земля не плоская. Но он делает свое дело. Он знает, что он делает. Отдать ему 10 золотых. Нет, и он умер. А как же так? Михаил, ну что же ты, а? Такой красавец был. Видимо, это последнее, что он уже просто вообще еле-е держался. И спас мою царевну. За это тебе большое человеческое спасибо. Ну, не только. То, что 10 золотых ему дал, тоже не помешало. Торговец у нас станет командиром. 21. Нифига себе. Не, ладно. Давай-то в Молдову. А я поведу войска. Надо добивать. А, собака, куда ты? Куджав пошел. Десятое. Успеем ли? Так, новый у нас некий такой циничный Волв. 60 лет. Тоже хороший эрудит. Это радует. Мистик. Это напрягает. Жесткий и ленивый. И циничный. Слушай, мне вот эти вот ваши циничные дети и знаете, куда нафиг. Я себе другого лучше поищу. И он просто не выдержал, взял и умер. Не выдержал отказа. Видимо, умер от голода, потому что никто ему другую работу не давал. Исчез. А, он просто испарился в воздухе, что ли? Исчез вообще без следа. Слушай, может, на самом деле мистиком был, а? Ну, не знаю. Даже, может быть, если это и так. Ай, ну. Три года надо еще ждать. Блин, надо было это взять. Давай пока, наверное, может, другого посадим на его место. Кому-нибудь из вассалов. Майнер Тайтлс. Где у нас? Кортфизишн. Вот он. Окей, давай этого посадим. Одного рукого бандита. Вои слава. Ну, по крайней мере, проблем с этим не будет. Я надеюсь. Вот и она. Союзники нарисовались. Черт ваше, мать, подрал бы. Как он умудрился подписаться с ним? Союз. Еще и богемия. О, блин. Ни хрена себе. Ну, это совсем плохо. Ладно, придется поднимать собственные войска. Не есть хорошо. Ладно, пока будем держать оборону. Я смотрю, бью-бью, а очки мне не падают. Какого хрена, думаю? Вот почему, оказывается. Потому что нарисовалась куча других сел. Так близко. Давай, надо уже заканчивать это. Мало того, у меня еще нарисовался приключений с хренов. Родственщик, ядрить тебе в уши. Все. Надо было просто захватить дополнительную крепость, и на этом вопрос решился. Отлично. Жена моя, ты... Да, неплохо приземлилась. Каунте и княжество. Ага. А ты потерпел поражение. Так. Княгиня стала у нас. и... Подожди, я не понимаю, это... стало что? Она не... Да, она не является моим вассалом. Как тебе это нравится? И она их... Собака. Ну ладно, бог с тобой. Дети мои могут, наверное, этот... О-о-о-о. Дочурка подхватила болячку. Да, видишь, несмотря на то, что моя жена все-таки такой принцип не работает. Ну ладно. Ну, по крайней мере, хотя бы кусок у них от Тралии. Надо... И надо продолжать дальше их бить. Что-то... Такие борзые. Мне аж просто жезлость берет. Я думаю, теперь осторожение молодого орка, которое мы скоро собираемся запускать. Давай я попрошу устроим пир, чтобы захватить, победить моих врагов. Посмотрим, что у нас в этом плане проработает. Так, этого своих не будем посылать. Пятьсот золотых. Ни хрена себе. Ну, попробуем. Или идола, может быть. Да, это маленький остров. Это не то, что там буду воевать против целой империи. Не, буду я имею в виду, но операция маленькая. Посмотрим, что мы получим за этот момент. Угу, баба какая. Да, Росислава заметил среди солдат. Просто всех там гоняло, как седровых коз. Гродно. Шикарно, конечно. Неужели это, возможно, послали ей? Хе-хе. Боги. Да, да, ты у нас станешь новым теперь генералом. Ну, такая, видишь, баба мощеная, ух, сильная. Такая, врежет по рожи, что, боже упаси. Давай подберем какой-нибудь нормального тоже из моих. Да, достойная баба. Так, я надеюсь, ты получила, да? Да. А среди инвалидов надо все-таки нормально посадить. Ну, и где тебя видел, моя красавица? Странно, почему-то здесь я ее выбрать не могу. Хотя, несмотря на то, что она является моей придворной. Жалко. Наконец-то легализм созрел. И мы реально можем теперь дальше менять законодательство. Смотри, да. У нас про критические здесь лучше всего разбираться в этих вещах. Хорошо. Что мы можем сделать? Ничего. Ну, я имею в виду, надо подождать до 62-го года. Точнее, в этом же году будет. В июле. Отлично. Пока мы будем защищаться против очередного искателя приключений. Он мне 500 худших подарить. Каждый раз, я когда думаю послать убийц, чтобы расшатать испанский халифат, я понимаю, что это делать просто не надо. Ну, как еще можно более представить себя худшего правителя, чем сумасшедший алкоголик? Ладно. Не буду париться с этим. Пусть они сами себя, как говорится, качают. А что с этим Иванохимем? До сих пор держится. Подожди, я же помню, слушай, она успела родить. Ну, что ж, Иванохим, я тебя поздравляю, она все-таки... Да, ты прав, ты говорил, что, мол, я сомневался, что она сможет успеть родить, но она успела. Вот это да. Да, вот ее дети новые. Правда, не очень в хорошем состоянии, но все равно роды в Нюхэнс, был спасен мною в последний момент. Так, этот, да, умер от чумы. Даже чума, видишь, не убила. Значит, вот этот последний момент был все-таки очень силен, силен оказался. Поздравляю, поздравляю, для тебя это хорошая новость. А это плохая новость. наследник ваших владений, король германский. Хотя, подожди, почему? Это ол. А, она сову себе завела, смотри. Сеньориты. Ну, это вы сами виноваты, то что, не поменяли. Асфитазар является потенциальным наследником рода. Твой сын. Слушай, да, запутанно тут ситуация оказалась. Да, и знаешь, чем еще проблема? Это уже, извини, но на самом деле твой род прекращается, он сливается с яблонскими, но Иванюхин прекращается, потому что муж из-за Славич когда-то умер, и матриархальный брак не получился. Да, родила всех яблонских. Блин, а что-то подумал, что выгорит. ну что ж, не обессудь, друг, вот так вот произошло. Кому-то везет, кому-то не везет. Требушниковые, они очень хорошо держатся долго. Да, и эти заразы, посмотри на него, тоже Ленцов очень древний род стал, ну, относительно древний, да. А пистолетов и Иванюхин и долго не прожирались, к сожалению. Не судьба, не судьба. Я вообще изначально ошибся, я подумал, что дети-то есть, но дети от старого брака, они же от царя, когда я отослал свободное плавание ее. Иначе она не успела на новых детей завести, потому что слишком старая была, менопауза и все дела, а потом ее муж умер. В моих застенках? А чего? Что, когда он оказался? Я не хотел, серьезно, это произошла какая-то ошибка. Извиняй, извиняй. Что-то здесь... Ну, слушай, с кем не бывает. Ты же видел, какие времена были, у тебя даже все твои родственники погибли в чуме. Болезни, болезни. не судьба, не судьба. Теперь, я считаю, следующий вопрос, который надо решить. Сейчас у царя уже почти юбилей, что полтинник скоро стукнет. и я считаю, что пора переводить с выборочного монархию на... Точнее, монархию цардо, ну, неважно, царствование, на примагнетуру. То есть, следует будет старше сына. Вассалы, в принципе, не обязательно могут быть в дичачем шоке. У них, видишь, электив монархии плюс 10, им это нравится. Но стабильность всего царства, относительно, что вассалы будут немного довольны, она не всегда того стоит. Поэтому я подразумеваю хотя бы попробовать какое-то время провести примагнетуру, посмотреть, насколько это будет стабильно относительно вассалов также. У меня есть эта возможность, и я считаю, этим надо воспользоваться. Для интереса, если кто, а ультрамагнитура это следием младшего. Потому что я смотрю, в данном случае рот у меня берет свитезар, который сидит Иван Юхиных. Но правь! У меня берет совершенно левый какой-то чувак. Мне вот этот момент вообще не нравится. Учитывая, что я не могу почему-то повесить мою оригинальную... Видишь, Ярослава, моя дочка, она не выходит. То есть, вот это вот момент, и мне это крайне нравится. Учитывая, что теперь все дохнут еще как собаки. Ты понял, да? В общем, попробуем, давай поставим примагнитуру на обе короны. А потом будет дальше видно. Так у нас королевство станет гораздо стабильней. Наследовательный абсолютный царадом. Хорошо. Вассалы, конечно, взводят, но поскольку среди делить, может, мы долго не протянем. Но я думаю, сейчас они будут крайне-крайне недовольны. Да, видишь, он просто в диком негодовании того, что сменили при самоследии. Этот немножко послабее, минус... А вот видишь, при магнитуре минус 5. Значит, разница, да, в 15 очахов расположения. Это вообще-то уже 25 в основном вассалы. То есть недовольны, сильно недовольны, потому что теперь у них нет шанса по законодательству пропихнуть себя на корону. То есть они сейчас фактически это потеряли. Я по этому поводу переживать не буду. И давай мы также поднимем облигации вассалам, чтобы больше войск они могли поднять с новой технологии. А потом уже будем выставлять деньги. А почему? Я не могу поднять этим выше. Позвольте узнать, позвольте, позвольте. Странно. А, наверное, сначала этого надо будет, потом уже на третье. Ну, хорошо, значит, вассалы. Все. 22. Неплохо. То есть уже более-менее такое войско у меня будет вменяемое. Это серьезное изменение в законодательстве. Это мой наследник новый. Почему Киппору находится? Странно. А, это мой правнук. от почившей дочери. Хорошо, я понял. Ну, хорошо, ладно. Единственное, еще один из моментов меня напрягает, что я не могу выбирать более подходящих лидеров. Если старший сын будет являться дегенератом, что делать? Но, опять же, если эта система не будет... Она более стабильная, но гораздо более консервативная. Кстати, посмотри, насколько у меня уже поднялся рассвет, да? Процветание. Кроме ядра почему-то. Смотри, здесь мешки все завалены вокруг ядра, а у меня нету. Какого хрена? Безобразия. Ну, не суть. Ладно, будем разбираться с этим потом. По крайней мере, все равно процветает. То есть, стабильность. И у нас, оказывается, экумендиальный патриархат стал независимым. А это означает, что мы начинаем экспансию на восток. Будем бить собак. Нифига себе. Аланию можно забрать, силика, этил. Красота. Но это у нас будет уже следующей серии до целая компания но я думаю сначала надо будет с малой рукой за разобраться потом экспансируется потому что здесь пусть они пока еще даду дамы достаточно время пусть застраиваются набеги какие-то ну в общем все вот такой расклад нифига себе я внедрение такого законодательства аж посидел да но это это мы кстати очень серьезный этот ввели изменения в стране и также еще я хочу конкретно знать чтоб объясните мне почему у меня не работает интеграция почему к примеру алане сейчас идет у нее процесс интеграции да вот будет интегрирована вправь через 33 23 года остальные княжества не включается почему я жду от вас объяснений и таурика тоже хотя корону я уничтожил специально что было интегрировано в общем да собираемся вокруг вокруг стола и будем обсуждать этот новый вариант до следующей